и снова здравствуйте всем привет и так не стал я по зевсу снимать ролик значит как делать эту прическу лежу по просмотрам это дело не интересное ну а этот ролик в принципе как и предыдущий хочу ставить ему рик ну чтобы как бы можно было потом персонажа посмотреть как он устроен не столько из до просмотров сколько давайте для памяти так импортируем сюда об находим девс геркулес и погнали зевс есть 65 тысяч полигонов и есть зевс значит так 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 импорт об зевс 15 тысяч полигонов вот я хочу посмотреть вот именно не столько тела сколько внешний вид вот этих вот глаз видите вот такая сетка это без ручной ретопологии хотя я там провел какие-то манипуляции с кисточками в зебраж и хочу посмотреть где тут что тут если вот этот штукенцию я вот так вот опущу подровняю и английская к вот эту часть допустим просто дорежу ножом ну вот в принципе подправить можно так теперь у нас тут еще получается полигон куда-то ушел да так здесь мы какую штукенцию сделаем так здесь что можно сделать это так там дальние полигонаж так это тут вот наложились тоже вершины так а это что такое а это верхние да ну в принципе подправить можно да если вот так вот запустить есть вот эту еще чуть припустить и в принципе получается нормальная такое века тут дело все в веках в основном чтобы все работало так нос принципе есть но так смотрим здесь вот нос и здесь вот но да вот куда-то тут поплыл значит у тетт вот тут квадра вот это вот так это к просто n дорежу так здесь вот g чуть-чуть можно тоже подрегулировать но все равно придется сетку немножко значит подправлять ну это в принципе как говорится не проблема все тогда object mode вот это все удаляем делить единица на нам паде и файл значит импорт делаем object 15000 полигонов персонаж так следом на него файл импорт опс накидываем волосы следом файл импорт опс накидываем на него медаль и следом последнее значит у него деталь это шмотки так так закидываем нашу значит шмотку сделал я ее опять по новой видно сделал а не закинул да так вот такой вот персонаж вытягиваем значит значит к верху и нужно его привязать к пивоту так object set origin 3d курсор так смотрим что у нас по персонажу давайте чуть-чуть его подправим это edit mode так сработает у нас значит как симметрия али нет так вот этот глаз g работает нормально так здесь у нас брови теперь английская к enter так выдвигаем g еще значит тут этот нашу века так а вот эту вершину чуть чуть вперед делаем ее округлой и вот эту тоже как давайте теперь посмотрим что у нас получилось тут внутри внутри так английская к enter и подгоняем значит g пускай там будут лисы квадры главное чтобы все тут ну нормально выглядело да так а что у нас опа на опять что то я высоко тут все позадирал или че такое а а а ну а так вроде бы все как говорится нормально ладно проехали этот вопрос делаем шейдер смут что то шейдер смут теперь не делается почему а а вот на наприк я шейдер смут поставил так смотка вот так вот выглядит низко полигонально так и что у нас тут с медальоном он 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 так а чушь я глаза еще где-то куда-то они сохранились наверное сохранял так опын файл импорт опс шмотка волос зевс волос зевс ага так пардонте у меня тут две ж папки и программа попутала значит нет это cancel файл импорт опс тут есть папка зевс геркулес там он один а до переработки еще папка зевс так это десктопы зевс вот они б зевс глаза тэн 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 тэрс тэриджин геометрия а то он глазачь это под закатил ну вот это есть так погнали вставлять ему кости английская H, видали, он тут в труселях так, вот это тоже пока английская H панель Screencast K, как обычно Shift A добавляем арматуру Single Bomb ставим все как обычно In Front можно даже здесь без комментариев, да, так Ctrl Z заходим в Edit Mode английская A, S с помощью Move будем таскать ставим вот сюда и погнали английская E щелчок потянули, E, щелчок потянули так, Ctrl Z E щелчок не понял E щелчок значит, так вытягивается а так не хочет так, тройка на нампаде ладно, теперь G подкорректируем наш позвонок а вот она Delete Bond мешала G подставляем и тут делаем как бы чуть-чуть окружность чтобы косточка потом понимала куда ей гнуться так будет наверное нормально так, тройка на нампаде теперь тут вопрос шеи как тут все будет тянуться давайте проверим тут шея у него большая черти где вот аж под ухом значит так E выставляем кость английская E вытягиваем Alt P Clear Parent G подставляем к нашей челюсти надеюсь она будет работать адекватно так давайте сделаем вот так как по прошлым роликам мы такую штуку делали значит так это будет у нас повыше и Shift D одна будет пониже гнуться будет значит нижняя но верхняя будет подгибаться можно даже ее чуть-чуть вот так вот на симметрии так и верхнюю вяжем к нижней Ctrl P и полпсет и нижнюю вяжем к голове Ctrl P и полпсет так значит верхнюю Shift подставляем на нос дальше к уху можно отвести так ее вяжем на голову Ctrl P и полпсет так для глаз для глаз сделаю на косточке ладно так тут еще такой вопрос можно вот эти вот позвонки отсоединять но они тогда ну это если на растяжение ну с другой стороны на растяжение можно использовать значит вот эти вот кисточки да ну не кисточки это кость делать просто английскую S ну если что отсоединить будет не проблема ладно буду делать базово Alt P Clear Parent потому что сколько я уже с этим ригом работаю и в принципе кто смотрел ну нормально он работает все вроде не барахлит Alt P Clear Parent значит с помощью мов мы оттягиваем на колено тройка на нампаде подтягиваем значит колену и подальше к тазу вот так будет наверное нормально от косточки чтоб нога работала так тройка на нампаде и значит теперь E ставим E управляшка Alt P Clear Parent теперь значит английская E тянем ее до пальцев и на пальце отдельную кость так вот тут нога у нас перекручена как и в прошлый раз так значит делаем вот такой Fint R так Ctrl Z не выбрал еще одну косточку через Shift R и посмотрим как она тут стала так надо бы конечно вот эту кость перекрутить ну тогда получается так так давайте это все удалим Delete BOM эту тоже Delete BOM и будем значит вытягивать ее уже так вот сюда значит E уже сразу с кривизной так это значит G теперь тут уже сразу давайте отсюда тянуть E управляшка E сюда и E на пальце так тройка на нам падень это не беда то что она значит ноги надо ставить ровно ну так как у меня модель значит болванка уже в такой позе но в принципе ничего страшного альт P clear parent косточку а эту вяжем на эту через Shift Ctrl P и пол так ну угол ноги нормальный так теперь вот эту кость и вот эту через Shift козовое Ctrl P и пол сет так ладно с этим разберемся теперь E самое хреновое это я не люблю кисти рук Alt P clear parent так делаем E S единица на нам падень и попробуем ее немножко так Ctrl Z не ту зацепил немножко G и сюда поставить потом можно чуть-чуть вперед по анатомии все-таки вытянуть пойдет так теперь английская E до локтя E значит до нашей руки G подтягиваем и эту косточку вводим прям на локоть чтобы рука знала куда гнуться так теперь английская E вытаскиваем косточку Alt P Clear Clear Parent английская E вытягиваем маленькую косточку одну косточку еще вытягиваем здесь я уже так переключусь на Random чтобы глаз не мозолило если вам мешают какие-то кости то делайте вот так вот раз выделяете их и делать английскую аж и скрываете так погнали теперь ну этот G пусть раз она сюда смоет тут и будет и от этой косточки значит E E и так далее так вот кости внизу это уже надо поправлять а когда таким образом поправляем они у нас бывает сбиваются когда нужно их опять поправлять так теперь делаем палец под углом ставим E раз смотрим как он попал нифига он не попал поправляем сабдивайды сабдивайды так G как-то так-то теперь значит E G поправляем сабдивайды нижнюю сабдивайды центральную выбираем теперь лучше под этим углом смотреть центральную выбираем и оп не ту и опускаем придаем внешний вид значит нашему пальцу вот с этой стороны надо вытягивать окажется вроде кисть одна и та же у меня а вот постоянно забывается так теперь еще одна значит сюда G сабдивайды сабдивайды и теперь G опускаем нашу значит наши косточки выравниваем по пальцу подгоняем выравниваем ну вроде бы уже 50% а то и 70% дело сделано выбираем теперь вот эту косточку от нее значит управляшку еще сюда значит кость G поправляем и управляшку вот эту заводим значит в кисть руки так ну и сабдивайдим только на две на две косточки и тогда вот эту сюда а эту чуть-чуть сюда так маленькую кость связующую вяжем через шифт с управляшкой ctrl пить и попсет так alt h возвращаем видимо всем нашим тулам костям теперь значит E что нужно сделать персонаж у нас качок тот кто смотрит канал ролики видел значит этого как его звали там Таноса да он в принципе той же фигуры фигуры был и вот что получилось он значит не захотел работать рукав не сам он конечно перекрутка руки вот самая тут беда почему делают на мультяшных значит персонажах без бицепса а просто такую овальную руку да ну как цилиндр ну видно работает лучше адекватнее правильнее так тройка на нампаде теперь нам нужна косточка так это G не надо косточка E на наш парик отводим ее подальше и вяжем ее к голове Ctrl-P Keep Offset вот так потому что если сейчас парик будем привязывать другим способом то получится что здесь ну в принципе тут бы кости ставить в парик ну давайте кости потом ставим сейчас я переключусь потом так тройка на нампаде опять же давайте глаза E Alt-P Clear Terrent так поднимаем до глаз единица на нампаде выводим на наш глаз делаем значит S большая она нам не понадобится заводим в глаз делаем еще S ух ты вообще глаза косточки маленькие подравниваем по зрачку теперь тройка на нампаде выводим ее подальше от персонажа чтобы привязка не сработала Shift D делаем дубликат косточки делаем Shift D еще один дубликат семерка на нампаде это будет уже центральная управлячка тройка на нампаде делаем Е R делаем Е S и делаем еще R так теперь делаем дубликат семерка на нампаде делаем Shift D переводим все это дело смотрим давайте даже по кубам подгадаем здесь раз два три четыре раз два три а вот все там да почти вот сюда четыре так вот эти две косточки вяжем центральной Ctrl P киповсет управляшки так эти две косточки вяжем голове Ctrl P киповсет ну и в принципе все так тройка на нампаде в принципе зубы пока я вставлять не буду ну вроде бы все так лицевую анимацию тоже бы сделать ну давайте ну куда тут деваться да значит так тройка на нампаде но надо чё ж с открытым ртом глаза будут работать а рут Alt P Clear Parent сделаю S моргание можно делать значит шипкеями не столь важно вставлять эти кости просто шипкеи прописывайте поднятые значит веки опущенные и всё так теперь это центральная значит надеём эту плачиноз ага делаем S делаем ещё одну G подставляем её значит куда-то под нос Shift D ставим на губу тройка на нампаде делаем Ctrl и английская H чтобы нас не отвлекало это всё дело и опять же на рендом так теперь Shift дубликат выводим на нижнюю губу центр и вот эти два центра так Ctrl Z уводим вбок потому что на середине не оставляйте косточки потому что будет тут такая яма и вы управлять не сможете нормально и так теперь значит делаем Shift D Shift Shift много костей тут народ тоже не надо потому что всё это будет потом портить друг на друга будут накладываться это будет нехорошо ну расстояние приблизительно где-то вот ну вот такое самое то ну опять же смотрите чтобы всё было заведено в меш чтобы была привязка так теперь нижний Shift Shift тоже по три косточки я думаю будет достаточно значит G подставляем сюда а эту где-то вот здесь и опять же чтобы всё зашло в меш так ну да где-то так только тут теперь R надо вот эту косточку развернуть и вставить в губу другим способом да ну или наоборот Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z просто развернуть её в эту сторону так G и довести её в саму губу вот так будет наверное лучше ну нормально так чтобы не путаться теперь вот эту кость вот эту вот эту выбираем Alt H вяжем не получилось объегорить вот эти все косточки вяжем к носовой Ctrl P и пол сет а вот эти все нижние вяжем вот к этой Ctrl P и пол сет не знаю на брови вставлять не я попробую в этот раз значит анимацию чисто шибкими и посмотрим как это лучше костями делать или шибкими о вот это будет наверное поприкольнее да то кости так костями а вот как это все дело так вот так носовая центральная мы ее не трогаем это чтобы нос не двигался так ну и тут пока больше ничего нету проверяем чтобы все косточки были выбраны делаем Shift D правая кнопка мыши Mira X Global и значит BAMS четко подставляем вот так будет ровно так Object стройка на нампаде прическу прическа пышная и поэтому нужно давайте на нее вставим какие-то кости чтобы как-то ее хоть управлять потому что если будет привязана к одной только косточке она будет ходить как незнамо что Edit Mode стройка на нампаде косточку опускаем до нашего вот этого всего финта и попробуем сделать вот так стройка на нампаде это E Ctrl Z сзади кости значит E тут у нее горб ну и мы этот горб повторим это будет центр обязательно все кости отвязываем Alt P Ler CERENT чтобы они вот видите отходили друг от друга и вяжем назад Ctrl P Keep Offset иначе будет эту вплаву очень трудно передвигать так голову мы не трогаем вот эту часть да так так делаем вот такую штуку значит E это будет держать нашу голову ну в смысле вверх прически и делаем вот так вот E и делаем значит G отвязываем Alt P Alt P Clear Parent и привязываем назад к этой Ctrl P Keep Offset эту вяжем так вот эту вот эту вяжем к управляшке Ctrl P Keep Offset так и наверное все наверное хорошо ну сделаем так все D D D D D чтобы еще тут как бы кольц была чтобы вот этими двумя шишками управлять но тут уже можно будет подправить какой-нибудь допустим шипки опять же так это мы повяжем тоже в централке Ctrl P Keep Offset так а вот эту я не знаю возможно она то будет цельная крутиться наверное сделаем так давайте сабдеваем ее Alt P Clear Parent и к этой вяжем назад Ctrl P и Пол С ну вроде бы все так нам нужны нам нужны только вот эти вот это кость вот это вот это и вот это единицы нам падим Shift D дубликат перекрутим правая кнопка мыши Mirror X Global и подведем вот сюда ну вот и все так теперь Object Mode привязываем нашего персонажа и привязываем наши волосы вот так прям через Shift и через Shift кости Ctrl P так так автоматик выйдет надеюсь не замотюкается нет не замотюкался выбираем теперь наши глаза тройка на нампаде выводим их до косточек которые будут ими управлять выводим на центр ну чтобы не наконец только после глаз будет весь как шайба двигаться к центру подводим и у нас два глаза которые нам надо Edit Mode отделить выбираем один глаз L P Selected у нас теперь два глаза и мы выбираем значит один глаз второй глаз персонажа и на кости Ctrl P Wait Automatic Выжит надеюсь они привязались так выбираем кости заходим в Post Mode выбираем какую-нибудь глазу все глаза привязаны вот таким образом значит можно делать так теперь Inverse Kinematic выбираем управляшку выбираем плечевую Ctrl Shift C Inverse Kinematic настройка кости на две кости следующую руку точно так же Ctrl Shift C Inverse Kinematic значит на две кости ноги та же самая песня Ctrl Shift Inverse Kinematic на две кости и тут такая же снега Ctrl Shift C Inverse Kinematic так кости управляшки я на колени не ставил в этот раз почему потому что там будет платье и в принципе можно подправлять кости в зависимости как будет себя вести еще вот это одеяние на нем так теперь так тройка на нампаде глаза заводим в нашего персонажа главное чтоб не завести слишком далеко ну и слишком близко тоже выбираем косточку управляшку нашей прически что-то новое так я ее не водил еще так и назад войдет по центру ну да так теперь как можно настроить наш волос выбираем одну кость выбираем вторую делаем Ctrl Shift C Inverse Kinematic добавляем на две кости пускай будет и удаляем таргеты выбираем эту косточку и G ну так будет прикольно можно интенсивность чуть уменьшить лучше чем будет потом так тянуть ну и это тоже так настроим Ctrl Shift C Inverse Kinematic на две кости и таргеты долой так что у нас сортом как он будет закрываться тройка на нампаде делаем R на ват нормально персонаж раззакрыл так единица на нампаде сейчас кости надо будет тоже позаменять так как у нас поднимаются ноги ноги у нас работают как ни на есть адекватно Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z так и настроим глаза так тройка на нампаде далековато вот эта штука стоит так теперь выбираем косточку одну допустим это у нас левый глаз и косточку управляшку левого глаза глаза Ctrl Shift C C Track to Y Z так придется потом глаз немножко ну-ка чуть-чуть подкорректировать но его можно будет потом подправлять просто кости приблизились и поэтому такая получается шняга но это дело не вопрос Ctrl Shift C Track to переворот Y Z и тоже немножко оп выкружку назад потом можно будет еще глаза просто поподвигать с косточками и будет зашибись так это есть заходим теперь включаем то что у нас нету так вот и здесь вот плохо что на эту косточку я не вставил косточку на эту медаль так это Edit Mode вытягиваем откуда-нибудь одну кость Alt и Clear Parent G подставляем возможно даже R чтобы знать что она именно вот так лежит так и подгоняем сюда и вяжем если сейчас мы привяжем смотрите эту косточку к телу о кстати а вот эти то я не привязал Ctrl P типа усет сосочные и получается что вот эту кость один фиг надо вязать ключицы Ctrl P и пол сет но мы добавили новую кость и теперь нам нужно все это дело перевязать заново Ctrl P Wait Automatic Widget все теперь вот эту штуку тоже Ctrl P Wait Automatic Widget и что может получиться смотрите должно так получиться что сейчас должен быть косяк так но этот косяк вроде может быть и не косяком смотрите G а не не потянул он эту тряпку за собой а то бывает она косточка привязывается к двум сеткам и к этой и к этой и тянет потом а потому что у нас почему такая штука не произошла потому что у нас еще шмотка не привязана Object Mod давайте привязываем шмотку выбираем шмотку выбираем персонажа Ctrl P Wait Empty Gro выбираем нашу шмотку заходим в модификатор и находим Data Transfer выбираем нашего персонажа находим Vertex Date Vertex Group и это все дело Apply применяем и теперь посмотрим какая может получиться беда Post Mode стройка на нампаде отключаем видимость ну в принципе что он то не сильно будет ходить он в основном сисикает там что то это ну в принципе платье адекватно себя ведет если вот тут ноги еще поперекрутить изломов как таковых нету ну значит все нормально так с этим нормально а почему нормально потому что большое расстояние вот это и видно все широко что не так все тянет бывает приходится потом добавлять еще по низу косточки допустим она назначает свой материал вот на эту часть какую-то которая будет ломаться допустим и все начинает работать адекватно но уже с дополнительными костями это уже показывал в прошлых роликах так что если что ссылку оставлю в описании так ну все персонаж есть гуд надо потестить значит его приседания оп ключицы ctrl z опять что-то я не привязал хотя ну да что я не привязал до ключицы не привязал вот они две ключицы которые должны быть рядом ctrl p и полсет к груди опять же заходим в образ мод и можем перевязать но так как у нас уже веса назначены в принципе этого делать не надо так так ну а вот это что-то можно потом шипке ими доработать так ну руки я показывал да g руки у нас ха-ха хи-хи так а ну-ка l g так и как они будут выкручиваться но в принципе что руки работают адекватно одобрям значит все нормально как таковой ломки нет так все заменяем теперь видимый ну так внешний вид костей вот эти это панели так кто у нас тут риту значит это будет кубы уменьшаем значит кубы в размере смотрим вы видите потому что ноги вот когда ноги перекручиваете вот такая шняга и получается это приближение а что у нас тут их будет крутить это не в эту сторону это не в эту а вот в эту минус 35 нормально назначаем теперь вертикс группу вертикс группа плюс добавляем так красный цвет ресижен применили так ноги я в основном не трогаю здесь у нас будет значит финджеры это будет финджеры все ставим по нолям потому что здесь уже другая шняга и желательно их так но это сильно много желательно их вот чтобы видно было что это ноги назначать их можно каким образом вот если запутываться будете допустим ну вот вот эти ноги пускай будут допустим зеленые а вот эти ноги пускай будут допустим синие так управляшка тазовая тазовая у нас будет это план так где он тут план назначаем ставим 90 делаем скайл побольше потому что ну чтобы его не искать потом вот так назначим красный цвет и вот эти вот штуки которые у нас не будут работать пускай они будут тоже финджерами это ноль и здесь поменьше их делаем ну чтобы их если вам нужны чтобы их видеть назначим тоже вот так вот давайте это будет зеленая а это будет у нас синяя так теперь у нас идет позвонок позвонок у нас однозначно с головой это будет циркл это будет циркл так это будет опять же все красный цвет чтобы это было видно ну опять же по персонажу смотрите в основном вы будете делать вот в таком варианте анимацию поэтому можно делать разном ну чтобы цвет как бы констатировал чтобы вы его видели так что у нас ну вот это все тоже однозначно будет финджеры я раньше и сферы ставил и еще там разные ну финджер более понятен да так вот раз так более как говорится понятен но немножко сейчас уменьшим чтобы все стали на свои места вот эти вот на сгибы на всю штуку и назначу каим ну давайте опять же вот этот вот этот вот этот будет у нас зеленый а вот это включится вот это это будет у нас давайте синий так теперь что у нас волос волос однозначно можно делать таким образом одну сторону можно так вот допустим вот этот вот этот вот этот вот этот так зацепил так вот этот вот этот вот этот кость и вот этот это будет пускай у нас значит кубы подгоним до назначенную какой-нибудь цвет фиолетовый или какой-то были я их сколько лет и до си никак не зовут узнаю белый черный красный оранжевый вот такие простенькие это есть ну поэтому не художник значит так это будет у нас сферы на сферы надо прибавлять и сфером назначим давайте плюс еще какую-нибудь группу а пусть она будет желтая а почему бы нет их хорошо видно так теперь вот эти сосковые это пусть у нас будет лайнеры это значит будет лайнеры уже их поменьше они нам не понадобятся пусть тоже желтые будут чтобы их было хоть как-то заметно а вот эти центральные значит вот на центральную сделаем но опять цирку делать остали а у давайте так значит цирку и вот видите она как будет о и мы ее просто поднимем так чуть побольше как и а это крутилка так вам надо поднятие вверх так это все крутилки значит вверх она не поднимется дам вот тогда давайте уведем прям назад вот так даже можно делать чтобы знать что это волос мы ей работать все равно не будем и давайте и группу тоже желтую назначим будем работать с этими только костями а это уже привязанному ее в принципе двигать не будем будем знать что здесь значит у нас волос так это у нас будет чертки чё поставить давайте финжер его тоже пусть будет финжеры только теперь здесь 0 enter так и вот таким вот образом и синюю группу запашем вот теперь волос мы знаем кубы сферы центра финжеры все нормально так теперь глаза давайте рот значит вот эту кость так вот эту кость можно вообще скрыть наверное давайте ладно вот эти все кости это будут у нас так не управляшка челюсти нижней это будет финжер и желательно его вывести там побольше чтоб мы его видели и это управляшка раз управляшка будет красная так вот эти эти вот уже они нам не понадобятся это будет у нас лайнеры крит но только лайнеры будет поменьше и будут они у нас желтые потому что я их хочу тоже не потерять в голове так что у нас по губам вот давайте губы значит так нижние кости так чтобы понять где нижние где верхние мы сейчас сначала опустим значит нашу челюсть нашу рот и получается какая штука опять же чтобы не путаться давайте вот выберем нижние вот эти это будет у нас значит сферы да потому что мы будем больше ими работать мы их прибавим так здесь по нолям тут по нолям в принципе вот все нормально это будет у нас желтый цвет теперь у нас другая сторона вот это это будут у нас пускай будут кубы нет пускай тоже будет сферы нет пускай будут кубы значит так это будет у нас значит так это будет у нас кубы у них будет цвет допустим синий так и верхний здесь уже будет у нас значит сферы кубы это будет однозначно сферы прибавляем они будут у нас значит желтые ну чтоб зеркалка была так а здесь значит три вот эти косточки это будет у нас опять же кубы 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 так но пусть будет красный так тогда вот здесь я косяка упорол это можно так натянуть что перепутать тогда здесь будет вот пускай синие вот запоминаем синие желтые красные какие тут так тоже они тоже синие можно их одинаковые делать но только ты нет так пойдет короче ладно запутала так это у нас уже S 90 и побольше и повыше и покраснее так теперь глаза это будут глаза S R или как она A я е е е мать my по нулям ставим enter здесь значит у нас прибавляшка так и убавашка тройка на нам поди вот так так теперь чтоб не путаться один глаз будет у нас пускай опять же синий один глаз будет зеленый уже понятно хоть что-то будет так на кистях руки я не буду косточки убирать мне так удобней значит руководить пальцами я их так вижу пальцы так них проще скрыть если они мне не нужны и для первой анимации там допустим сворачивал свернул кулак развернул да и потом уже если сложно идут какие-то там перегимы на пианино играет или какую-то сигарету там берет допустим что-то то там уже лучше их видеть эти косточки так это у нас будет значит кубы крит 0 и уменьшаем так это будет управляшка значит красная что-то в принципе все нормально ноги мы видим вот они косточки пальцами а ну-ка как же у нас пальцы не тянет ли какую часть ну да ведь и будет проблема надо настроить веса чтобы не тянула вот эту шмотку потому что это в принципе то нога то под шмоткой не знает она пробовать теперь анимацию так все зашибись так пробуем еще раз это дело сделать значит шибкие альт ас альт ас возвращаемся выбираем персонажа перевязываем control и with automatic widget выбираем только персонажа теперь это ас альт ас control и ас выбираем теперь edit mode и пробуем теперь еще раз так object mode ok до полного пробуем так а ну-ка это g это g это g это так это не то а и 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 верхние вот эти штуки тоже верхний полигурный вне зимы Так, это значит G, G. Г, 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 Г. Г, 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 Г. Г, 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 Г. Г, 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 Г. Г, 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 Г ну тогда делаем так вот это шипки удаляем моргание будет у нас на шипке а вот эту штуку добавим плюс вот так и значит зайдем скульп мод сделаем кисточку f так нету нарабатываю массу мне нужна тянучка уже долго сижу на подтупляю так здесь уже лучше включить видимость тексту так так тогда вот здесь тоже хмурится да они еще ниже должны быть как бы так сетку поправляем нос вот с носом да тут чуть-чуть с усами пошла как того оси ну в смысле не то что прям там катастрофично лучше можно подтянуть не проблема так смотрим что у нас получается попробуем что-нибудь и такая прописать а ну-ка alt h так вот глаза у нас так это уже без шипкеев тогда давайте чуть-чуть шипкеев нам не нужны теперь так он меняться будет надо ничего тогда пробуем о и скрыли глаза теперь вопрос будет шипкеев прописан ну да так значит так здесь значит у нас шипкеев открывается а здесь шипкеев закрывается здесь значит так так и значит вот так так моргание происходит у нас очень быстро ну вот нормально так что то в этом духе да ну вот персонаж рабочий значит персонаж будет в группе ввк для скачивания все всем пока до свидания ну Продолжение следует...